Мы продолжаем учение Таня из самого начала 9 главе в русском переводе, страница 76-я. В прошлого неделю, в прошлого уока, мы поняли итог, который Ребе поставил перед нами по состоянию душа. Первое, что есть божественная душа, в которой ее центральное помещение, главное помещение в соединении к человеку находится в разуме, в мозгу, то есть в разуме человека и в физический мозг человека, и также распространяется оттуда в левый полос нашего сердца. И животная душа, в которой центральное место размещения ее в физической жизни человек находится в левый полос нашего сердца, и соединяется она с нами через кровь. И почему они так соединяются? Потому что нефеш на шому лейкис, то есть божественная душа, она целая, целый век. Начиная с разума, продолжая в чувствах и заканчивая с одеяния. И она другого сорта, абсолютно другого сорта, другого качества, другого сорта. Все по-другому, чем мы. Также животная душа. Животная душа является целая человечность. У нее есть первое и самое главное доминированное чувство, которое получает помощь от своего собственного развития и переводится к осуществлению задуманного через три одеяния. И когда мы понимаем, что животная душа и божественная душа это целый человек, теперь мы поймем следующий абзац, который расскажет нам, что они не просто сосуществуют рядом с нами, они пытаются захватить нас. Тут надо еще одна душа добавить. Нас тогда кто это? Кто это нас? Кто это нас, который надо захватить? В Тане об этом не рассказано. В книге Тане об этом не обсуждается. Это цитируется как есть нас. Третий факт. Это факт. В других местах, допустим, упоминается об этом душа. Это называется нефеша сихлит. Разумная душа. Разумная душа. Разумная душа. Третий. И это самое существование. Это наше существование. Нейтральное. Она, конечно, принадлежит изначально. Изначально. Это ее главная проблема. Изначально она принадлежит клепотного. но она без без отклонений у нее нету тяга никуда она разумная что-то значит разумная ты меня объясни я с тобой и теперь животная душа заходит первичная она заходит как только мы живем или просто объясняет она наглядный пример дает нам и же секунду дышать например вот это я животная душа она дает наглядный пример тебе нужно кушать но это я животная душа я дает наглядный пример когда погладили первый раз нам хорошо вот нам хорошо это ощущение хорошо вот мы открыли глаза увидели мир вот хорошо хорошо вы видите хорошо то есть она очень-очень доступно объясняет нам теперь им не перестали перестанем называть это не фиша сихлит а нам просто назовем это нам объясняет доступно что с ней очень хорошо мне очень хорошо дружимся с ней очень хорошо поэтому изначально и очень доступно что доступно доступно получить мозг потому что он убежден видит убежден слушает убежден чувствует чтобы все легко получается чего нет что она хочет что хорошо что хорошо что что видишь то чувствует суп суп просто а потом действует 100 10 что надо кушать надо действовать бегать надо действовать плавать надо все просто все очень просто у кого он непросто божественная душа не просто можно сказать что поэтому ребя начинает объяснить сейчас на следующий абзац нашей в главе как выглядит борьба между божественная душа и животная душа и дает нам объяснение через божественная душа почему дали нам пример через животная душа нам было настолько знакомая что мы не видели борьба мы уже сдали сдались уже давным давно уже сдались тут борьба нет поэтому ребя начинает описывать прямо что хочет захватить божественная душа что значит ты разумная душа это значит мы это разумная душа или это полный комплект и это душа вот человек умирает уходит душа разумная душа она исчезает если меню со мной мы так мы не будем понимать что я такое слышал я не могу понять комплекте что вот мы убираем мы значит уже исчезаем хорошо давай поговорим божественная душа это тот душа который в совершенной говорить когда он сотворил человек вдохнул в него душа почему это не животная душа почему мы взяли что это божественная душа когда в совершенной сотворил со остальной кроме человек сомик со стороны кроме человека как это выражается в описании втором когда в совершенной сказал что да будет животных или птиц что он делал сказал сказал а что с их душа что у них нет душа почему они вдохнули в них душа почему не надо вдохнуть в них душа что душа надо вдохнуть то есть уровень сотворение животная душа равно к сотворение их тела той же той же можно сказать в кавычках напряга той же словами когда в совершенной сотворил птиц или корову или или звенья или льва да он сказал того что надо сказать то есть слов которые надо сказать и они появились с их душу душу которая дает им жизненное обеспечение то есть в совершенной хотели животное животное это не камень это животное это живое живое живого существо то она была сотворена на уже со всеми комплектами со всеми комплектами которые делают их животных включая душа поэтому когда мы говорим о сотворении человек всевышний не должен что-то делать еще кроме сказать да будет человек а тут мы говорим что всевышний вдохнул в человек душу и что это вдохнул это не животное просто существование человека это что-то больше чем существование человека это божественная душа вот вдохнул это глубокая душа который не с уровень речей а уровень вдохновления другой другой уровень другой уровень то есть это уровень вдохнул 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 это божественная душа это разные вещи то есть между существования человек между существования человек да и душа дана ему Богом разные разные сотворения сотворение божественная душа Это вдохнул, а сотворение человека – это разговор, это речь. Это речь, как животных. Больше внимания, потому что это трон всего сотворения. Обильный вопрос. Но это речей, обычной речей, как было до сих пор. А душа, душа вдохнул. Это разные вещи. Это божественная душа. Поэтому мы говорим, что божественная душа, она такая, как мы описали во втором, в третье, в четвертая глава. Хорошо? Следующее. Животная душа идет следом с человека, с рождения. Какая его функция? Не просто жить. Жить – это, конечно, очень серьезно. Жить, конечно. Но жизнь, как написано в Хасидут, в конце концов, у евреев, жизнь получаем мы через животную душу, но с управлением божественной души, даже у грешников. Ну, это отдельный тем. Тем не менее, животная душа дает нам первой жизни, во-вторых, кроме жизни, она дает нам ряд инстинктов. Желание жить, самосохранение, разумножаться, инстинктов. И поэтому она такая, как она есть. Какая цель животная душа – быть? Какая цель божественная душа – быть у Бога. Не быть сама, а Богом. То есть, божественная душа у нее цел один – Богом. Не бит и не я, а Богом. А животная душа какой цель? Существовать. Существовать. К ней прибавляли еще, для того, что человек будет полноценный, целый ряд программ и испытания. Спротивляться божественной души. К евреям дали определенный склад животная душа. К ней евреям другой склад определенная животная душа. К определенным видом евреев – определенная сила животная душа. У другого еврея – другая сила. У другой не еврея – другая сила. Каждый человек по его предназначению в мире – такая программа, сбор сил. Животная душа дали ему. Специально ему. Подбирали ему. Когда мы говорим о разумной душе, она сопровождает каждый человек, поскольку он человек. То есть нельзя говорить, что у корова есть какой-то спецживотная душа. Нет. У нее нет спецживотной души. У нее, у корова, у быка, у льва, у обезьян. Есть обезьянная душа, коровная душа, свинячая душа. Эта душа предназначена этого вида соотсуществования. Для чего? Функционировать как корова. Функционировать как обезьян. Функционировать как человек. Этого душа предназначена для существования такого сорта человек или животной, который сотворен. То есть, если разумируем. Для того, что делает человек, надо поставить ему программа человеческая. Для того, что делает свинья, надо программа свинячная. Для того, что делает обезьян, надо программа обезьяная. И так далее. Это не дает меня ни выбор, ничего. Поскольку, что я человек. И у меня есть, в отличие от животных, ум. Вот он будет функционировать как ум. А что он будет выбирать? Для этого есть животная душа. спец под подбором для этого. Вот. Для мне, для вас, каждого из вас. Есть подборочная вам, нам, мне, животная душа, которая должна работать под моего предназначения в жизни. Она животная, поэтому у нее склонность к животным. напротив нее нам с вами дали божественная душа для того, что мы будем иметь сил прочности, верить в Бога, выбирать только в Него и понять 613 заповеди учитого. Для этого нам это отдали. А других не отдали. Она не нужна. Естественно, спротивления против божественной души у не имеющейся божественной души нет. Зачем? Нет. Противляться ничего нет. Другой души есть. Теперь, когда мы заходим к вопросу, что происходит после смерти, естественно, наши физические обличия гниются и в никуда. В никуда. Понятно, да? Божественная душа, она вечная. Она и божественная. Понятно. Что с ней делать? Мы учили в 8 главе. Если она напачкала себе много, ее будут очищать в аду, в разных видах, пока она не будет очищенная и подготовленная, попасть в раю, получить награду от того, что она отслужила Всевышнему этого мира. А что происходит с животной душой и разумной душой? Я спросил этого моего учителя Рабзал Нагопина, и он говорил, что есть известное правило в кабале, что все возвращается, куда начался. Если тело превращается обратно с землей, откуда нас взяли, то животная душа возвращается к ее источник. Клепат много, возвращается туда, но не все. То часть душа, будто это разумная душа, будто это животная душа, который отслужил и помогал божественной душа прибавляется к ней и сопровождает ее дальше, куда она пойдет. Так написано. И это и есть, если можно так это сказать, в раю остается, то Йосеф Мейрович, он остался Йосеф Мейрович. Почему? Потому что когда Йосеф Мейрович соблюдал Песах, соблюдал Кипур и одевал тфили, его животная душа, которая одевала ему тфили, которая поставила мезуза дома, которая соблюдала один раз субботу и праздник, она помогла животная божественная душа существительства. Этого кусок животного душа, разумная душа Йосеф Мейрович Сев Славский сопровождает его в раю. Поэтому он есть такой, как был только в духовном виде. Это сопровождает дальше. Как точно первый я не каббалист, я не знаю, я не понимаю. Надеюсь, скоро они увидят это, остаться еще чуть-чуть в небо, не чуть-чуть, а много, как и всех. Но тем не менее, тем не менее, так написано. И вот когда мы говорим о смерти, не все я знаю, но со временем или буду узнать, или увидим когда-то. Дальше. Теперь, когда мы понимаем, что есть два противонаположенные, сильные сил. Одна божественная, вечная, самогучая, божественная душа, которая в нас вдохнули, вторая животная душа, отцов, которые есть, клепат много, которые имеют цель и задачи, в том числе искушение составит, испытание составит и так далее. И они между собой не существуют. Почему? Разумная душа одна, они пытаются побольше ее заполучить. Поскольку, что когда одна берет вверх, вторая не может. допустим, когда я учу тору, я не думаю, как кушат. И когда я думаю, как кушат вкуснее, я не думаю о торе. То есть, выбор такой, или это, или это. И ни одна из них не хочет меньше быть. Это тоже человеческий закон, натуральный закон, мировой закон. Все существование должны получить побольше. Хочу побольше. Животная душа хочет все, все, а животная душа уже у нас, например, в отличие от праведники, получила все. И она не готова сдаваться. Она свое хочет получить. Поэтому, когда человек начинает урок, он сразу начинает думать о кровати. тот, что не думал пять минут назад, теперь думает почему. Как ты смел вообще начинать думать о твой. Зачем оно? Не надо. Да не надо. И начинает сразу терроризировать. Что такое? Что начинает молиться? Не надо молиться. Вот думай, как ты едешь на покупках в сирпу. Вот это интересно. Теперь это интересно. Секунду назад не было интересно. Теперь только начинали одевать фильм. Вот это интересно. Сейчас надо. Вот эта борьба есть не просто так, они борются на нашей существовании. И теперь Ревер будет описать это полностью, как они между собой борются. Как я говорил? На нашей территории, на собственное совладение. Кто будет нас владеть? это и есть разумная душа. На самом деле это мы. Это мы. Мы и есть в том числе той контрол, который может говорить нет. Ты сейчас аут, а это пожалуйста вниз. Это и есть свободный выбор. то поскольку что мы не коровная душа, а человеческая душа, человеческое существование, у нас есть свободный выбор. Выбор между животная душа пустить или божественная душа пустить. Это мы. Это и есть особенности человеческое существование. Мы не корова, мы человек. Самое главное душа значимости рассудочной души. Во много вопросов, да, главное. Во много вопросов, главное, да. Да. Извиняюсь, я говорю, все-таки божественная и злотная, мы как-то вероятно разбирались, если будем, и так дальше. Есть какое-то представление, не понимая представление, чуть-чуть, да, разумная от слова разумная. Божественная вникает оттуда, ее главное местонахождение, когда она вникает. Мы же физические люди считаем, что если я наполнял божественная душа, там места уже нет для других. Это духовное состояние, ты составляешь это, не наполнение, как вода в стакан. То есть, там получается, что разумная душа, это наши способности принимать решения. У корова нет возможности принимать решения. У нас есть способности принять решение. Принять решение в частке будет чего-то. Как вы говорили, что она источник ее тоже ферпатнона. Да. И животное ферпатнона. Пока они между собой взаимодействуют, это первое. Не взаимодействуют. Вообще нет взаимодействия. Тогда задача разумной души, если я правильно понимаю, убеждать животную душу в чем-то. Нет. Не принимать решение. Ну, животная душа, когда-то мы учились вам, если я не ошибаюсь, поправить меня, что она тоже разумная, она тоже может слышать. Мы не только учили, мы только что учили весь последний урок. Нет. мы еще с вами. Что животная душа, она тоже имеет разум. Ну, Насколько божественность, сможете убедить. Ну, сейчас учим. А разумная чем занимает? Давай учим. Хорошо, я извиняюсь. Да. Так. как мы говорили, мы продолжаем учебу в русско-язычной переводе, 76-я страница. Ах, хилексив улеоим милеоим еемац. Когда ревка ходит беременная с близнецей Яковья и Сав, она еще не понимает, рассказано, что она шла возле домов и дела поклонничества, и ребенок пытался вырваться наружу. Когда она шла возле дома учения Тору, какая она была тогда, у Шем и Ефет, сыновья Ноаха, ребенок пытался вырваться. И она пошла, так написано, к Шем, он был пророк, спросила, что это такое. И он говорил, не думайте, что у вас есть один ребенок, и он такой раздойной личности, у вас двое детей. Один будет такой, как Исаф будет, а второй будет, как Яков будет. Он называл по именам, он говорил, как есть. И он говорил, добавил еще кое-что. Они между собой будут бороться, не просто они будут сосуществовать рядом друг с другом, они будут между собой бороться, у леойми, леойми эмац. Так же самой в духовной жизни Яков у нас это божественная душа, Исаф у нас это животная душа, и они как двух разных народов борются между собой. Ки Агуф никро ир ктано, поскольку наше телесное существование называется маленький город. Откуда взато это выражение маленький город? Маленький город взато от царь Соломон в книге Кухелет. Там написано, что пришел умный человек завоевает маленький город. И там есть описание, красивое описание, как война происходит, и как умный человек пытается перебороть этого города. Есть комментарии в том числе, что это как притча о состоянии божественная душа, умная это божественная душа, приходит в маленький городок, это наше телесное существование, маленький городок, и она пытается захватить ее от прежды захватчик. Кто это за прежды животная душа? Укмой, и поэтому, поскольку, что Соломон описал это как двух правителей, которые борются и приводят пример, как маленький город, который должен быть захвачен один из двух правителей, есть в этом причина на этих притчах. Как два монархи пытаются захватить одного города. А что хочет каждого из них? Шекол Эхот каждого из них рой цел ковшо велим лой холео. Каждого из них хочет ее захватить и царствовать на нее. Что это значит? Дахайну ла анник ישве акирцейной что все которые живущие в ней будут вести себе как по его желание и будут послушны ему во всем что он захочет вести как правило то есть когда мы говорим в чем разница между бизнесом владение бизнесом к царству владелец завод ему что нужно понять какая политическая идеология и настроек жизни к семейной положению каждого из его работников вообще не интересно что ему интересно ему как мне говорил один из владельцев завода он говорил меня вообще меня не интересует вообще чем занимается этот работник как он занимается меня не интересует даже если завод открылся или закрылся утром меня интересует что в конец год конец месяца у меня будет больше деньги чем предыдущие заработает все если можно вообще не ходить на работу не ходит главное что будет больше чем больше это будет больше что я продам рынок будет мой я заполучу больше денег все так нельзя говорить о правительстве нельзя так говорить поэтому слово предательство вообще там правительство главное это владеть заполучить поэтому первое которое важно любого правительства будь это демократически будь это монархически будь это любой другой главное патриотизм лозунги знания что люди будут соглашаться со мной и будут жить по правилам более того насколько это не демократически а больше централизованная страна так и это должен больше захватить потому что я должен как-то отбелать что не будет пот в меня перевороты я должен что со мной будут соглашаться то есть нельзя сказать что государство важно сколько деньги она получает в конец года из налогов налогов этого коррумпированной страны бывает потому что что людей берут себе деньги это не правительство а правительство что хочет зачем ей больше налоги успокаивая водой то есть другими словами управители у настоящей политики что важно управлять людьми их заработок менее важный их вот это не важно важно что захват вот быть влиятельной приоритетной у настоящий бизнесмен вообще неинтересно вообще неинтересно насколько он влиятельный есть такие которые хотят быть влиятельными поэтому они играют в политика но а в политика не играют но если он настоящий просто хочет зарабатывать ему не интересует вообще никакого дам пример вот сейчас всем известно что идет прослушание фейсбуком фейсбук во многих вопросах мощные и богаче и мощные чем много средних государств много если цукерберг был чистый идеолог что он поискал что его идеология распространение свое мнение будет вот переходить к людям которые пользуются фейсбуком то есть трансформировать их мнение что происходит на самом деле где был власть плохой власть который угрожал фейсбук что если ты не допустишь моим мнением и будешь ущемлять мои противники мы тебя убираем из трафика наше интернет что произошло они выбирали кто и власть они шли почему прибыль есть есть прибыль то есть а если мы говорим о государстве если скажут в Америке за деньги за много деньги что надо вернуть Техас мексиканцы нет нет не важно сколько это не имеет никакого значения то есть там совершенно то есть там совершенно другие вопросы там вопрос о правительстве кто держит людей то же самое когда мы говорим о животной душа или божественной души если скажем животная душа посмотрите иди гуляй мы тебя как-то заплатим больше и получишь больше долу клепать много как-то купим найдем другой грешник покрупнее чем она пойдет нет она хочет мне не чужой мне она хочет меня если я попытаюсь говорить не дай бог божественная душа вот есть другой праведник давай займись им нет она должна получить мне она должна завладеть меня другого не интересно то есть и ей война надо устраивать на эта территория она получает власть кто властвует на меня вот это животное душа или божественная душа понятно или понятно это если смотреть допустим с такой точки зрения если смотреть со стороны мексиканцев которые продали свою или со стороны той же россии которая продавала то есть обратно то получается что мне нет отдав если сегодня отдадут гарантию Лукашенко мы пойдем далеко все что ты заработал твой еще получит 10% уходи на пенсию он пойдет почему власть скажи принц монако который у него реально у него монако это бизнес огромный бизнес скажи ему вот получи деньги которые у Путина уходи в отставку никогда в жизни никогда в жизни не потому что деньги потому что не это власть это другой концепция надо понять это для того чтобы понимать что хочет реально божественная душа и животная душа они хотят властроваться они не хотят получить баллов у них реально проблем овладения когда мы поймем это мы поймем психология животная душа которая так сильно хватит нас она не пускает нас ни одна минута скажешь ей хорошо отстав меня час в день час в день дай меня молиться и дай меня учиться потом вернись на 23 30 часов никогда никак ни в чем ни в каком не даст почему власть ты принадлежишь мне не дам ты мне принадлежишь вот этой вот эта концепция животная душа и вот эта концепция божественная душа ты принадлежишь мне это мое никому все наши вожди тоже этим подчиняются Мы говорим о собственной божественной души, о собственной животной души, мы не говорим о чужих людей, которые влияют на нас. Это если человек говорит, ты принадлежишь мне, это же хуже, чем три клепота, это самое хуже, что может быть. Мы говорим сейчас о концепции, о понимании разницы между властью и бизнесом, то есть с животной душой и божественной душой нельзя торговать. Нельзя с ним торговать, они между собой не торгуются. Тотальная война, они хотят полностью заполучить. Животная душа попросту, она и так уже власть, она все, что могла, она уже захватила. Речь идет о каких-то попытках меня сопротивляться ей, если я, например, хочу пилина, меня кто-то отвлекает, меня кто-то отвлекает. Я все равно иду настойчиво, допустим, не одеваю. Божественная часть голубер. По принципу, по принципу, уже тотальный захват меня были так. Вот это, вот это ты опережаешь события. То есть в девятой главе придет к нам поставить объяснение о тотальной войне. В десятое мы будем изучать, десятое, одиннадцатое и двенадцатое и дальше. Мы будем изучать, как это переводится на грешных, ну как тогда выглядит грешник, как он выглядит. То есть в этой тотальной войне, где находится фронт, где точка фронта у грешной, где точка фронта, где борьба находится, в каком точке этого фронта, где находится. Да. И где находится этот праведник? Когда мы поймем это, мы поймем уровень этих трех уникалных названий. Праведник, грешный и средний. То есть в этой тотальной, ужасной, серьезной войне, где они находятся? Вопрос-то есть к тому, что если бы у нас победила, допустим, животная душа, ну, примерно... Мы не были здесь. Если победила, мы здесь не оказались. Мы здесь не оказались и мы не чувствовали благодарность Всевышнему за то, что он нас делает. Мы считали, как... ну, дал и... Да. Да. Это тотальная война. Если победила полностью животная душа, мы отказались от всего, что у нас есть еврейство. Но нам войны вообще не надо. То есть есть еще небольшой корресон, для того, чтобы дать на душу к ряду. Почему небольшой? Очень большой. Большой. Очень большой.